Уникальную крымско-татарскую культуру, самобытную, благодаря именно усилиям, организаторским способностям Усеина-Бодонинского удалось сохранить. Если бы не было Усеина-Бодонинского, не было бы музея Ханского дворца. Если бы не было Усеина-Бодонинского, неизвестно, каким бы был фильм «Алим», так как он был главным художником, постановщиком этого фильма. Он оформил книги по фольклору, устному народному творчеству крымских татар. И если бы не было Усеина-Бодонинского, не были бы с 1924 года научные экспедиции, основным организатором которого был он, по Крыму. И вот эти исследования, и все то, что было обнаружено, изучено, оно все было описано, и это послужило фундаментом для дальнейшего изучения и развития традиционных видов искусства и культуры крымских татар. Он как бы предчувствовал, что надо торопиться, необходимо все изучить, зафиксировать. Он вот в этих экспедициях писал свой дневник по раскопкам, по той работе, которую группа проделывала во время работы экспедиции. И именно Усеин-Бодонинский отметил очень важные и сакральные моменты. Благодаря Усеину-Бодонинскому мы знаем, что нельзя искажать традиционный крымско-татарский орнамент. Нельзя менять, конечно, характер традиционного крымско-татарского костюма и характер традиционной архитектуры. То есть вот то лицо, которое имело тот период, образ Крым, вот как представлялся людям, которые вот в этой области разбираются. Во все абсолютно вкладывался смысл. Усеин-Бодонинский этот смысл искал с самого начала, когда в экспедициях он видел очень интересный предмет изделия традиционного искусства нашего культуры. Вышивку, ювелирные там украшения и так далее. И если не было денег, а денег было в музее очень мало. Это представьте, 22-й год, это голод в Крыму, и потом репрессии, финансирование было минимальным. И чтобы не упустить сохранить произведение искусства, он вытаскивал свои деньги, самые, может быть, последние, и выкупал это изделия для музея, главное, чтобы сохранить для потомства. И вот все то, что сделал Усеин-Бодонинский, успел, оно работает до сегодняшнего дня. Это был очень простой человек, скромный. Он одевался в чесучевый костюм, носил гетры и очень мало разговаривал. Он был поглощен постоянно в свои мысли. И его называли абсолютно все Усеин-Эфендэ. И крымские татары, караимы, крымчаки, русские, украинцы обращались к нему именно так. Это обращение обычно обращается к духовным лицам, к духовенству. Вел очень скромный образ жизни. Он жил во флигеле, когда он работал с 1917 по 1934 год. Он жил во флигеле, вот в этом, во дворе Ханского дворца-музея. И постоянно находился в работе. Любил морковный сок, так как во время работы в Петербурге он был очень тяжело, серьезно болен. И его выходила младшая сестра Ивана Александровича Фомина, выхаживала. Которая впоследствии стала его женой. И вот эта невероятная скромность. Он никогда не произносил вот это вот «я сделал» или «благодаря мне», или «я лучший специалист». Это совершенно не характеризует Усеина Бодонейского. Это был очень духовный человек. Это непревзойденный такой вот в своих знаниях, в своей деятельности человек. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok